Продолжение следует... 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 обслуживать. Эти кредиты составляют 7 миллиардов рублей на сегодняшний день. Понятно, что мы пришли к году, во-первых, что можно приходить на плавающую льготную ставку, потому что просто физически таких средств нет в бюджете. Это первое. Второе, даже не нами, скажем так, а Минфином России был проанализирован перечень клиентов, которые получали эти кредиты. Там, пусть небольшая доля, это были предприятия пищевой промышленности, это были крупные предприятия, выручка которых составляет больше 2 миллиардов. Это были в том числе представители МСП, учредителями которых являются крупные предприятия, ну, соответственно, нефтяные компании. И чтобы можно было продолжить в текущих условиях реализацию механизма, во-первых, мы пришли к плавающей ставке, то есть это по руку определенных 10%, выше которого применяется в соответствии с полного расчета. А вот, ну, с учетом сегодняшней крючевой ставки, да, механизм промышленной протеки предусматривали 13% кудровых. Ну, конечно, не 5%, но как есть. Ну, и, соответственно, ряд категорий у нас из этого механизма не ушли. Соответственно, сейчас говорить о том, чтобы в рамках этого механизма попробовать куда-то учить управляющие компании, ну, наверное, для этого как минимум нужно будет очень серьезное финансо-экономическое обоснование таких в целом клиентов, банков, но, наверное, здесь нужно думать о каких-то условиях, при которых мы будем давать не производителям, а давать непосредственно управляющим компаниям, где велоперам создали. И в совокупности с этим, если вы знаете, есть у нас постановление 831 правительства, которое тоже не работает несколько лет, оно как раз и предусматривало предоставление субсидий управляющим компаниям на возмещение, соответственно, значит, затрат по отслуживанию банских кредитов по процентам инвестиционной цели, которая тоже несколько лет не работает, и мы пытались бы сейчас попробовать его продавить на следующий год, в цикл свежущий бюджетный, и то, к сожалению, обряд не получилось. Да, там, опять-таки, потому что не то, чтобы мы не предоставили обоснованию, да, но вот не получилось. На этом и так. Может быть, нам не хватает здесь совместного большого финансово-корреского обоснования и действительно там совещания с мутином. В целом, ну, если это грамотный механизм продумать и придумать те условия, при которых та самая управляющая компания, застройщик не, скажем так, обогатиться при этом, построив и выставив его в аренду или на продажу и так далее, то, когда придумать его правильно, логично и с этими-то цифрами, да, наверное, можно попробовать еще раз эти заходы, потому что мы, как мы, как мы, как мы, из этого в ампотеке, все равно будем к следующему году обязательно править. Вот. Что касается основной другой нормативки, которая у нас сейчас есть, значит, по один из девятнадцатых, понятно, мы вот его только переформатировали в рамках субсидии, в этом году сейчас появили отбор, поэтому мы хотели бы посмотреть, какие сейчас идут к нам, соответственно, управляющие компании, какие-то вызови у них сложности, потому что механизм тогда переформатировался, все равно ряд положений ушло, ряд положений новых появилось, поэтому сейчас бы хотели проанализировать в целом и здесь, соответственно, после проведения отбора. Также механизм бывшего постановления 17-25, о котором я с ним говорил, который перевляется в приложение номер 18 и постановлено 32-28 на софинансирование региональных бюджетов, которые подстраняются, соответственно, на много города, новые регионы и георгентархедические. Соответственно, регион здесь также оно не работало несколько лет, ну, никогда не работало, соответственно, здесь нужно сейчас посмотреть, что здесь также вызовет сложности, да, и кто будет участвовать, здесь он также готов соответственно проработать. 16-59, мы сейчас вот так у него изменения, там был установлен срок, с которого необходимо отчитывать целевые показатели по проекту, он там прям конкретно стал, тот же свой год, мы его сейчас сделали трехлетним периодом, с момента отбора, он был как бы ну, логичен и возможный реализации на будущее, плюс еще различные технические правки мы сделали, вот, поэтому, коллеги, соответственно, здесь, какие будут от вас предложения во все эти механизмы, мы готовы здесь проходит, ну, а соответственно, механизмы связаны с включением реестров, как и было озвучено, ждем предложений, мы с каждым будем совершенствовать, я сегодня об этом говорил, какие были последние изменения, поэтому, какие будут предложения, мы с удовольствием отработаем в случае с ассоциацией с ассоциацией, мы с удовольствием, спасибо. Блок вопросов, он взятен с электроэнергетикой, сейчас вот изменения, да, нормативки, вот, они не всем как-то понятны, не всем очевидны, и даже многие парки, там, скажем так, ну, прямо на ферму, некоторые измерения запросы пропустили, мы не знаем, что они будут заедать на бизнес-инвесторальных парков, тем не менее, сейчас стараемся держать группу на пульсе, создать рабочую группу, в ассоциации Денис, через банк разговаривает, я хотел попросить его опозначить, там, вот эти два-три, там, главных изменения, которые идут, и на них реагируют, вот, я думаю, что эту проблематику неопределенно в таком открытном плане мы должны понимать Денис, это ответ по вопросу. Добрый день, коллеги, я немножко по-другому хотел бы сказать презентацию свою, я привык, что на таких, как они пройдены, скажем так, энергетических мероприятиях и форумах приходится привлекать внимание к вопросам энергетики, но благодаря Денису он сделал такой яркий анонс на винарной сессии тех вопросов, которые я хотел сегодня поднять, поэтому я, наверное, постараюсь даже быть чуть более объективным, чем обычно, все-таки постараюсь со стороны своей родной отрасли, которая является электроэнергетика, рассказать про те процессы, которые реально сейчас водоросли происходят, ну и, соответственно, какие последствия это может иметь для промышленной инфраструктуры. Коллеги, а можно кликер? Да, но опять-таки хотел обратить внимание, что мы здесь как бы так не одиноки, то есть у нас есть пул продленных ассоциаций, которые занимаются достаточно глубоким изучением данных вопросов, но и, соответственно, с точки зрения потребителей, с точки зрения промышленности дает свое компетентное заключение. Ну, собственно, вот я свое выступление и свои материалы опираюсь на те, ту аналитику, которую мы провели, собственно, и у СТРАИЛ. Коллеги, Денис сказал, что у нас в энергетике сейчас происходит реформа, это, наверное, не совсем так, скажем так, что энергетика идет как бы своим ходом, у нас идут год от года плановые изменения в электроэнергетике, то есть многие из них идут даже не один, два, три года, они идут десятилетиями. Ну, и, собственно, так получается, что зачастую мы реагируем на эту базовую ошибку, с которой зачастую потребители сталкиваются, зачастую мы реагируем на те изменения, которые идут десятилетиями, по факту уже и вступления в силу. Ну, вот в частности история про консолидацию электросетевых компаний, то есть эта история не новая, это история, которая тоже идет уже, мне скажем так, уже, наверное, второй десяток лет пошел этой теме, но сейчас мы непосредственно вот на таком, наверное, важном выбеже находимся. я показал здесь кратко статистику, то есть количество территориальных сетевых организаций Российской Федерации года в год сокращается, но и все это связано в первую очередь с удостачением требований, применяемых к территориальным сетевым организациям. Не секрет, что у нас промышленные наши инфраструктуры, индустриальные парки имеют на балансе достаточное количество электросетевого оборудования, но в подавляющем большинстве случаев естественно этой инфраструктуры сетевой на балансе недостаточно для того, чтобы выполнить соответствующие критерии, предусмотренные на массивных правовыми актами. Ну и соответственно ключевой скачок у нас произойдет в 25-м году, то есть в следующем году требования, предъявляемые для территориальных сетевых организаций, они принципиально изменяются. Многие действующие территориальные сетевые организации в следующем году статус продлить не смогут. Это приведет к тому, что у них нет территориев, они не смогут оказывать услуги по передаче, но и не смогут оказывать услуги по технологическому присоединению в том виде, в котором они делали это дайвов. Все бы хорошо, но опять-таки это часть одного связанного процесса. То есть параллельно идет процесс, который я специально вынес на геймслайд, это создание так называемых СССО, это системообразующие территориальные сетевые организации. То есть в каждом регионе это некий аналог гарантирующих поставщиков или единых теплоснабжающих организаций, если хотите. то есть у нас появляется в каждом регионе субъект, отвечает за все сетевое хозяйство. Так или иначе, это касается как профильных сетевых организаций, которые сохраняют статус, так и это касается непрофильных владельцев электросетевого оборудования. И здесь я обращаю ваше внимание на ключевой, на мой взгляд, риск, который может коснуться непосредственно промышленных площадок. То есть в функциях территориальной сетевой организации в явном или неявном виде прописывается приоритетное право выкупа и аренды электросетевого оборудования. Сейчас идет очень важный момент. Сейчас обсуждаются параметры, как и где это будет применяться на уровне подзаконных актов, но это может привести к чему. То есть опять-таки сейчас если индустриальная площадка имеет возможность дать часть сетевого оборудования в аренду своему резиденту, то это право может быть отобрано в связи с тем, что системообразующая территориальная сетевая организация получает приоритетное право, может получить приоритетное право аренды. То же самое касается выкупа. Вот этот риск, я уже несколько раз на разных площадках его обозначал, продолжаю акцентировать на нем внимание, что здесь надо нам всесторонне оценить, опять-таки кого это касается, видят ли наши коллеги риски этого, ну и соответственно свою позицию для долгопрогенных органов власти довести. Так как опять-таки промплощадка является профессиональным субъектом, который знает, что делать со своим электросетевым оборудованием. коллеги, обращаю ваше внимание, это как раз те изменения, на которые мы еще повлиять можем. Следующий слайд из той же серии и серии 2024 года это технологическое присоединение. Опять-таки у нас история с присоединением новых потребителей к электрическим сетям имеет функцию маятника, то есть у нас одно время была общая тенденция применять всяческие льготы к технологическому присоединению, уходить от дополнительных платежей, сейчас тренд абсолютно изменился. Сейчас мы идем и говорим постоянно об отмене тех или иных льгот на технологическое присоединение. И вот на этом витке, который случился в середине этого года, мы ушли от последних льгот на технологическое присоединение. То есть сейчас для крупных потребителей свыше 130 кВт присоединяемой мощности сетевая компания может применять так называемую инвестиционную составляющую. О чем идет речь? Инвестиционная составляющая это те инвестиционные затраты сетевой компании, которые происходят на их стороне, уже на действующих объектах. Чтобы осуществить новое технологическое присоединение, нам нужно провести модернизацию или реконструкцию действующих объектов, теперь эти затраты могут быть учтены в плате на технологическое присоединение. Это существенно увеличивает стоимость технологического присоединения для новых потребителей. То есть она как раньше может быть условно минимальная, если никаких мероприятий технологических дополнительных не надо проводить сетевой компании, так она может кратно вырасти в связи с тем, что на уже действующих источниках питания нужно будет проводить реконструкцию или ремонт. Это тот риск, с которым мы уже в середине этого